Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Мы приветствуем вас на волнах радио Финам-ФМ. Сегодняшняя наша программа будет посвящена Совету Директоров. Что это такое? Зачем он нужен? Нужен ли он вообще? У нас в гостях эксперт по корпоративному праву юридической фирмы частное право Диана Полетаева. Диана, здравствуйте! Здравствуйте! И Максим Денисов, эксперт по административному праву, исполнительному производству юридической фирмы частное право. Максим, здравствуйте! Доброе утро! Слушайте, посмотрел сразу по административному праву. То есть сразу, наверное, нам пришли эксперты, которые нам расскажут и про ответственность Совета Директоров. Да? В том числе. Хорошо, итак, Совет Директоров. Мы сознательно сегодня уйдем от крупных акционерных обществ, потому что именно там чаще всего встречается этот замечательный орган корпоративного управления. Ну, насколько мне это известно, предписан даже законодательно. А поговорим больше о Совете Директоров в ОООшках. Зачем он там нужен? Нужен ли он вообще? Ваше мнение, Диана? Ваше мнение, Максим? Нужен он? Не нужен? И вообще, что это такое? Совет Директоров. Если мы будем говорить про Совет Директоров, который может создаваться, вот, по моему мнению, что он нужен. Но он нужен в том случае, если участники общества ставят реальные цели создать орган, которым будут дискуссионны, которые будут обсуждаться проблемы, в которых будут приниматься какие-то более-менее реальные решения. Если же участникам общества нужен только орган для проведения тех или иных своих вопросов в оперативном режиме без созыва общего собрания участников, то я полагаю, что можно обойтись и без него, поскольку процедура созыва общего собрания участников, она несколько проще, быстрее, чем нежели это делается в акционерных обществах. И в таком случае будет проще иметь прямой контроль над генеральным директором, над теми сделками, которые он совершается, чем нежели создавать такую структурную единицу в обществе. Диана, ваше мнение? Ну, я полагаю, все будет зависеть от желания основного, ключевого собственника бизнеса. То есть, если он хочет управлять лично, лично влиять на менеджмент компании, то Совет Директоров ему не нужен. Ну, вот сейчас вот собственник нас слушает, вот он не может никак для себя понять, вот надо ему это или не надо, для чего? Основная функция, в принципе, это функция контроля, как ни странно, потому что Совет Директоров, он может осуществлять контроль за деятельностью оперативного управления в обществе. Он может контролировать те решения, которые принимает генеральный директор. У нас устав предполагает такое регулирование, что даже крупные сделки, порог крупных сделок может быть понижен, и, например, если понижен этот порог, то генеральный директор может без Совета какого-то извне совершать сделки, направленные на вывод, например, имущества общества. Здесь можно ввести уставом общественного положения Совета Директоров дополнительный контроль. Например, Совет Директоров может осуществлять, независимо от уровня цены сделки, сделки с определенными видами активов, недвижимое имущество, наиболее ценные бизнес-активы общества. То есть, когда есть какой-то риск, связанный с оппортунистическим поведением руководства, то этот риск можно нивелировать с помощью Совета Директоров как раз таки. То есть, если я правильно понимаю, то есть на начальном этапе развития, например, нашей ОООшки, ну, назовем ее как угодно, пускай это будет ОООА, то есть вот прошло первоначальное его развитие, скажем так, год-два-три, когда учредитель сам своим кропотливым трудом создавал предприятие, вкладывал туда здоровье, жизнь, время, семью, деньги, все что угодно. Вот мы прошли этот первоначальный этап становления, пытаемся развиваться дальше, и вот тут у нас может возникнуть потребность в создании дополнительного этого органа контроля. В том числе, да. Я бы еще хотела акцентировать внимание, что не только контроль здесь может быть плюсом, ведь Совет Директоров, это еще и орган, который в идеале предполагает стратегическое планирование деятельности общества, то есть наряду с тем, что он осуществляет функции управления, контроля, он является еще и органом стратегического развития, то есть он может запланировать открытие новых бизнес-единиц, там какое-то структурирование внутри холдинга, там слияние, присоединение, отказаться от какого-то определенного вида активности, там приложить альтернативный вариант ведения бизнеса. То есть если Совет Директоров функционирует вот в том идеальном варианте, который прописан в законодательстве, который пришел к нам из зарубежных, в том числе практик, в идеальном варианте, повторюсь, то это в том числе может быть и стратегическое планирование. Совет Директоров, точнее директора, входящие в его состав, они могут давать ценные советы, потому что не всегда собственник, например, может видеть эти горизонты, не всегда собственник может видеть эти риски, а ведь правление общества, оно не всегда остается тем более в общество ограниченной ответственности. Там, как правило, генеральный директор, который абсолютно лоялен в идеальной ситуации водительцу бизнеса, то есть они так сращены в единый организм и теряют вот это вот осознание действительности, реальности. Они могут не видеть какие-то бизнес-риски. Тут может пригодиться Совет Директоров, пусть он будет немногочисленным. То есть на самом деле это как бы инструмент, который наоборот помогает управлять предприятием? Безусловно, да. Он помогает дать новое видение, новый угол зрения на бизнес. И вот у меня вопрос к нашим радиослушателям. Я напомню, телефон прямого эфира 651099,6, код города 495, или же вы можете написать ваши вопросы или ответы на сайте финан.фм. А сталкивались ли вы с Советом Директоров? Вот как руководители предприятия, либо как собственники предприятия, либо как сотрудники, потому что у нас сегодня будет еще и разговор взаимоотношения Совета Директоров, да, самого топ-менеджмента и самого непосредственно коллектива трудового. Как вы, сталкивались, не сталкивались? Пишите, звоните. Нам очень интересно ваше мнение и ваши вопросы. Мы сказали, что Совет Директоров ответственный за стратегическое тоже планирование. То есть это не получается не дублирование генерального директора как такового, да? Ну, генеральный директор у нас осуществляет оперативное руководство в основном. То есть он не определяет те горизонты развития, если это... Диана, давайте мы чуть-чуть, может быть, и расшифруем для наших радиослушателей. То есть корпоративное управление это у нас не одно и то же, что генеральный директор. Нет, я бы назвала корпоративное управление это некая система, которая предполагает структурирование. Совокупность органов это исполнительные органы, единоличные генеральные директоры или коллегиальные правления. Это совет директоров или наблюдательный совет. Это, может быть, еще обозначен, кстати, вот в новеллах, которые сейчас в Госдуме принимаются вносение изменений в Гражданский кодекс. Он уже четко назван наблюдательным советом или иной совет. И это общее собрание акционеров или общее собрание участников, которое стоит над всем этим. То есть высший орган, такая демократия, это у нас общее собрание участников. Вот такая трехуровневая структура. Участники делегируют как бы свои права, свои полномочия вот в этой части Совету директоров, избирая членов Совета директоров. Каждый из членов в идеале предполагается, что он представляет интересы того или иного акционера или группы акционеров. А он может быть вообще со стороны? Безусловно, конечно. У нас в законе прямо указано, что вообще член Совета директоров не обязательно должен быть акционером. Обязательно физическим лицом, конечно, но не обязательно быть акционером. И законодатель пошел немножко дальше. Он, если раньше, точнее, в настоящее время, если допускается, что в Совет директоров у нас входит, может входить генеральный директор и члены коллегиального органа управления, управления или дирекции, то впоследствии это допускаться не будет, как это в зарубежных практиках некоторых есть. Сейчас у нас не допускается только одна ситуация, когда генеральный директор является одновременно председателем Совета директоров. Здесь вот, чтобы функции управления и функции контроля не сливались воедино, как вот у нас в США, наиболее наглядно, пожалуй, было, когда был ряд финансов вот этих вот скандалов, как раз у них это допускалось, что генеральный директор является одновременно, входит одновременно и в Совет директоров. То есть тут мы даже впереди планеты всей? Тут мы стараемся, скажем так, на этот раз превентивно уйти от тех бед, которые нам наглядно показал вот 2000-е годы, и в США это был закон Сайдбекса Оксли, потом который был принят, вплоть до уголовной ответственности. То есть они обожглись, а мы, видимо, ну и наши компании наверняка с этими злоупотреблениями сталкивались, но просто громких скандалов не было, и это позитивная тенденция, это хорошая тенденция. Ну и Совет, маленький, да, исторический экскурс. Совет директоров для нашего обывателя немножечко, может быть, непонятный совет, каких директоров, директоров чего. То есть это на самом-то деле нам пришло тоже с Запада, правильно? Да, причем, вы знаете, это пришло от варианта английского и варианта американского, то есть там как раз оперативное руководство, называется Советом директоров, поэтому вот законодатель отказывается, он уходит в сторону наблюдательного совета, ведь у нас, по сути, это наблюдательный абсолютно орган, это не орган, осуществляющий текущее руководство деятельности. А вот о разнице между континентальной системой и англосаксонской, да, где разница, Совет директоров там и там, мы поговорим в нашей второй части передачи. Я напомню, телефон прямого эфира 651099,6, код города 495, либо напишите нам ваши вопросы на сайт финам.фм. Напоминаю, у нас два замечательных эксперта Диана Полетаева и Максим Денисов, которые с удовольствием ответят на ваши вопросы. Сейчас у нас новости. Итак, я напомню, телефон прямого эфира 651099,6, код города 495, вопросы, пожелания и ваше мнение вы можете писать на сайт финам.фм. А мы продолжаем нашу беседу о Совете директоров. Диана, мы остановились на разницах континентальной, неконтинентальной, и вы вот в перерыве мне еще даже сказали, что есть и японская какая-то система. Речь идет о системах управления, да. Почему это интересно? Потому что изначально, когда у нас происходило становление корпораций в России, ведь мы должны были на что-то ориентироваться после года советского прошлого, соответственно, не имея такой практики, мы просто брали и сравнивали законодательство разных стран для того, чтобы создать собственную базу. Как ни странно, у нас изначально законодательство корпоративное, оно было структурировано под вариант с большим распылением акций среди акционеров, как раз-таки это вот вариант Великобритании, наверное, англосаксонской, прошу прощения. Соответственно, был создавал Совет директоров для того, чтобы сформулировать систему сдержек противовесов, чтобы в этом Совете директоров были представители различных группы акционеров, чтобы они как бы изъявляли их волю, защищали их интересы. Что касается, например, американского варианта, то там более крупные держатели, укропнен этот масштаб и более крупные держатели пакетов акций. Соответственно, там уже имеют более сильное влияние в том числе крупные корпорации извне, какие-то правительственные организации и Совет директоров, как ни странно, в большей степени должен руководствоваться соображениями не только внутри корпоративными, но и внешней среды, внешней среды, которая окружает бизнес-единицу компании в данном случае. Если мы говорим об азианском типе, о Японии, то там как раз таки наиболее на тот период были агрегированы эти пакеты акций, то есть там это были крупные финансовые корпорации, крупные собственники, и Совет директоров скорее управлял с точки зрения принадлежности компании, как вот японский менеджмент традиционный, то есть принадлежность, причастность, когда все решается внутри компании, когда все для нее и развитие по горизонтали идет. Вот в принципе, наверное, исходя из ментальности даже можно понять различия. Ну это был вот краткий экскурс, понятно, что если вдруг кого-то заинтересует вот сама история, как пришел Совет директоров Российскую Федерацию, откуда он берет свои истоки, для чего как бы он создавался в той или иной системе, можно спокойно посмотреть на просторах интернета, но нас интересует Совет директоров в первую очередь с практической точки зрения для современного российского предпринимательства. Так мы сказали, что Совет директоров это как бы уже ну не с самого начала, но по крайней мере уже после первых лет развития, становления предприятия, стоит задуматься о Совете директоров. Тут у меня больше конечно вопрос уже к Максиму, хотя Диана и вы помогайте. Хорошо, то есть Совет директоров я так правильно понимаю мы предусматриваем в уставе предприятия. Да, возможность создания Совета директоров и его избрания это предусмотрено должно быть в уставе. Если не будет, он будет нелегитимным. Чур прошу на меня сейчас косо не смотреть, уважаемые коллеги. То есть я, грубо говоря, беру из интернета типовой устав, вписываю туда ООО Тушкан-1, и готов к плаванию. Так или не так? Вот вы мажете головой, давайте стреляйте прямо. Можно взять и типовой устав, но самое главное, чтобы там была прописана возможность создания этого органа, процедура его избрания, потому что, если мы говорим об общесограниченной ответственности, то он может избираться как кумулятивным способом, так и некумулятивным. И это самое главное условие для того, чтобы его создать. Как он будет дальше работать, эффективно или неэффективно, это опять же зависит от других документов, которые могут приниматься в обществе, положения о совете директоров, о настрое, участников общества ограниченной ответственности о том, какие все-таки функции они будут возлагать на данный совет директоров. Формально, юридически, для того, чтобы создать, достаточно взять устав и предусмотреть в нем эти положения. Ну, то есть, грубо говоря, я решил, давайте как бы чуть-чуть немножко практику затронем. Вот у меня есть ОООшка на упрощенке. Так? И вот я решил создать еще одну ОООшку. Тоже на упрощенке. Но хочу, чтобы второе ООО у меня учреждало мое первое предприятие. Ну, мы знаем, что по закону нам это не разрешено в случае, если участие в дочерних компаниях больше 25%, переходить на упрощенную систему налогового положения. Как быть? Тут поможет мне совет директоров как-нибудь? Совет директоров это внутренний орган общества. Так. Он в данном случае не позволит обойти данное требование законодательства. С точки зрения налогов конечно, государь директоров ничего не лечит. Потому что претензии налогов будут совершенно определенные, совершенно очевидные. Это внутренняя правда. А если, скажем так, я решил в своих предпринимательских играх ну, грубо говоря, взять и наделить того же генерального директора, ну, сделать его как бы участником предприятия, но возложить на него 10% голосов, а на мою ОООшку, в которую я вхожу как соучредитель, возложить остаток голосов, то есть 90%, ну, там 90% на 10%. Я полагаю, что просто возложить это не совсем верный термин, потому что вы же не можете каким-то волеизъявлением просто путем прописывания в учительном... Сговор. Нет. Для этого необходимо иметь долю. То есть, если вы продадите своему замечательному генеральному директору долю в своем ООО... 90% 90% долей я ему продаю, оставляю за собой как за своим ООО 10%, я участвую не как физическое лицо, я участвую как юридическое лицо. Но говорю, что мои 10% долей участвуют 90% голосов, а его 90% долей участвуют только 10% голосов. Если у вновь созданного предприятия уже появляются два участника и нету нарушения того, что единственным участником общества является другое общество, то в данном случае это не нарушает требования закона. Если мы оставим все в стороне вопрос об аффилированности, о каких-то проблемах совершения сделок между двумя этими обществами... Тут нам помогут как раз юристы, к которым я обращаюсь. Тут он мне поможет типовой устав. Нет, это понятно. Здесь надо глубокую расположку, но не из интернета. Если честно, я так посмотрел с интересом на Максима, просто я категорически не сторонник типовых уставов. Я считаю, что это конституция предприятия, ее надо писать самостоятельно. Это штучная ручная работа. Совершенно верно. Да, к вопросу о возможности работать, то есть отвечая на вопрос, можно ли использовать типовой устав, его можно использовать, опять же, если вы увидите, что в ближайшей перспективе или в какой-то отдаленной перспективе, как вы сами себе определяете, будете единственным участником данного общества, то вы можете спокойно работать по типовому уставу, плюс, если у вас есть определенные доверительные отношения с генеральным директором. Диана не согласна с вами. Я тоже не согласен. Есть опыт уже довольно обширный, когда люди приходят со слезами на глазах, с типовым уставом, когда им за 7 дней, за 7 тысяч рублей что-то там взяли, написали, просто переписав федеральный закон об общении здравоохранительной ответственности, и приходится как-то с этим жить. И каждый раз трагедия, когда появляется второй участник, и они находятся в ситуации корпоративной войны, в ситуации, когда решается вопрос о том, можно ли выходить из состава ООО или нет, а сейчас это стало проблемным в связи с изменением законодательства, сейчас это должно быть прямо прописано. Так вот, зачастую в типовых уставах написано, да, участник может выходить из общества с ограниченной ответственностью, если это предусмотрено уставом общества. Здрасте, приехали. Каждый раз мы начинаем это лечить долго и упорно, поэтому я категорически против типовых уставов. Лучше потратить время и деньги, тем более, что бизнес создается не на 1-2 дня, мы думаем, что человек с доброй совестью и открытым сердцем и душой хочет заниматься длительное время бизнесом. Соответственно, надо потратить на начальном этапе, в том числе подтвердить свою решимость и все-таки заказать себе приличный устав с тем, чтобы долго на нем существовать, чтобы он мог быть изменен, но во всяком случае, чтобы он мог, как вы сказали, быть основным законом данного предприятия. Ну, я напомню, что Максим у нас эксперт по административному праву исполнительному производству, поэтому на самом деле при исполнении против какого-либо ООО на самом деле наплевать, какой устав, главное, чтобы исполнить, главное, чтобы забрать имущество. Тут мы плавно переходим к ответственности. Хорошо, вот я вам вкратце описал, какую я хитрую какую-то, ну, в кавычках, кто смотрит нас на сайте финам.фм мог сейчас видеть, как я кавычки нарисовал. Это, скажем так, мои задумки. Ну, вот я решил, что, как вот, поиграть с генеральным директором, организовать еще одну упрощенку, как дочернее предприятие. Толковые юристы, как вы, из корпоративного права или из административки помогли мне уйти от эфилированности. Все шикарно, все нормально. Налоговое все пропустило. И я решил, чтобы контролировать моего мнимого участника в лице генерального директора еще ввести совет директоров. Ну, вот, представляете, получилась такая ситуация, что и совет директоров меня подвел. Какая вообще ответственность-то есть у совет директоров? Тем более, что вы мне за эфиром сказали, что у вас вот последний какой-то процесс был очень интересный. Может, расскажете? Совет директоров, у него может быть два вида ответственности, наиболее часто встречаемые. Это административная ответственность, но это тогда та ответственность, которая перед это государству за те или иные действия, за те нарушения, которые предусмотрены в КОАП. И надо сказать, что это достаточно эффективная ответственность, предусмотрена в КОАП. Это, прежде всего, ответственность за нарушение процедуры созыва общего собрания участников, если мы говорим об ООО, или в общее собрание акционеров, если мы будем брать акционерное общество. Штрафы высокие, предприятия их боятся, нарушить их достаточно легко. А с ОООшками? С ОООшками та же самая, там просто меньше статьи в КОАП, которые посвящены, но суть одна и та же. То есть нарушение процедуры, отказ в созыве, нарушение сроков созыва, непредоставление документов участникам, либо акционерам, несовременное заготовление устава и так далее. Это административная ответственность. Могу просто упомянуть, что для самого организации это от 500 до 700 тысяч. Для должностных лиц, а члены совета директоров относятся, рассматриваются как должностные лица в понятии КОАП, ответственность от 20 до 30 тысяч, плюс еще возможность дисквалификации, что крайне неприятно для членов совета директоров, если мы берем их как реальных управленцев, которые именно этому посвящают свою основную деятельность. По поводу дальнейшей ответственности, например, чем вообще отвечают у нас члены совета директоров перед учредителем, если они своими какими-то неверными стратегическими планами нанесли ущерб, мы поговорим в третьей части нашей программы. Сейчас мы плавно уходим на новости. Телефон прямого эфира, я напомню, 6510996 код города 495 или пишите нам на сайт финан.фм. И вот мы продолжаем разговор о ответственности совета директоров. Телефон прямого эфира, напоминаю, 6510996 код города 495 или пишите на сайт финан.фм. Итак, ответственность. Вот, грубо говоря, я поручил, как учредитель совета директоров разрабатывать какие-то стратегии. Своими действиями совет директоров взял и нанес мне какой-то ущерб. В этом случае, если нанесен ущерб, если есть возможность установить причинно-следственную связь, а это, как правило, основная проблема привлечения к ответственности и есть реальные убытки, которые можно посчитать, оценить, то члены совета директоров могут быть привлечены к гражданской правовой ответственности. Практики такой мало по России, но судится активно. То есть, ее пытаются формировать. И здесь надо отметить, что вот этот институт, который предусмотрен привлечение к гражданской правовой ответственности, он как раз, я считаю, что в будущем и может выступить тем средством, которое будет позволять задумываться тем членам совета директоров, которые представляют советы директоров основных акционеров, соотносить и измерять свои действия, потому что очень много примеров, когда одобряются сделки, которые в интересах основных акционеров. Для общества эти сделки реально убыточны, и это по экономике, если смотреть, это можно проследить, это можно доказать, но по процедуре нарушений как таковых нету. Нету просто добросовестного поведения, а понятие добросовестности поведения, то, что требуется от совета директоров, оно крайне оценочно, поэтому суды, как правило, рассматривают такие дела формально, соблюдена процедура, избран совет директоров легитимно, сформирован, сформирован легитимно, сделка одобрена, одобрена, а то, что она не соответствует рыночным критериям, то, что имущество там очуждено по занеженной цене, либо совершена сделка с заинтересованностью, которую одобрил тот же самый совет директоров, на это уже не смотрят. Ну, я хотела бы добавить, что в последнее время, кстати, практика меняется, следует отметить, что ведь ответственность члена совета директоров, она строится на началах вины, то есть, должна быть установлена вина, и к нам постепенно переходят те принципы, которые давно используются за рубежом, это duty of care and duty of loyalty, то есть, принцип разумности, заботливости о тех интересах, которые мы представляем, интересах акционеров компании и лояльность компании и наши суды в том числе начинают оценивать, что информирован ли было то решение, которое принимает член совета директоров, запросил ли он необходимые документы, знаком ли он с вопросом и принимал ли он то или иное решение, одобрял ли он эту сделку, будучи независимым, то есть, реально не будучи заинтересованным в этой сделке. Это в том числе сейчас учитывается судами и это последовательно, кстати, было в законопроекте ФСФР, постепенно это входит в судебную практику. Сейчас суды у нас оценивают разумный предпринимательский риск фактически, ведь у нас не все идеальные решения, мы понимаем, что предпринимательская деятельность, это деятельность на началах риска, так или иначе у нас возможны убытки, так вот, чтобы защитить членов совета директоров, генерального директора от этих вот сплошных исков, которые вдруг по поводу причиненных убытков, у нас есть некая система в последнее время, оценочная, которую суд применяет к конкретному делу, то есть было ли информированным решение, было ли оно независимым, какова была та обстановка, тот гражданский оборот, те деловые обыкновения, которые сложились в компании, и в том числе, ведь может сделка быть неприбыльной, нулевая экономическая прибыль у нас в экономике является нормальной, да, мы не вошли в убыток, мы там, например, продали свои совершенно там залежалые какие-то на складах остатки, и почему же к нам, почему мы должны отвечать за вот эти якобы убытки перед акционером или там участником, который посчитал, что, вы знаете, на открытом рынке это вы могли бы миллионы и миллионы получить, в том числе, и участник, который пойдет в суд, он должен будет доказать, что, вы знаете, нет, это была реальная прибыль, которую мы недополучили. Ну, по поводу еще ответственности, вот швейцарская конфедерация пошла по другому пути, что у нас теперь, ну, точнее, в Швейцарии теперь члены совета директоров вообще отвечают всем своим имуществом. То есть, вот такая жестокая практика была установлена там. Слушайте, вот вопрос очень важный для меня, я так думаю, что будет очень важен для радиослушателей. Совет директоров говорит генеральному директору, как стратегический орган, сделать что-то там, ну, я не знаю, предпринять какое-то действие. Часть совета директоров проголосовала за, часть отказалась, а третья часть воздержалась. У кого какая ответственность? Генеральный директор может не выполнить решение совета директоров? В том случае, если все произошло, как вы сказали, решение не может считаться принято. Соответственно, это не руководство, только действие для генерального директора. Если это сделка... Не, не, ну, я не углублялся в количество голосов, да, ну, грубо говоря, по количеству голосов совет директоров утверждает что-то, да, но часть члена совета директоров голосовала против, часть воздержалась, часть проголосовала за. Не обязательно равные, да? Один воздержался, там, трое проголосовали за. Если решение принято советом директоров, это было совершенно в соблюдении той процедуры, которая предусмотрена законом, то генеральный директор, совершая эту сделку, он не будет потом отвечать. И такова судебная практика. Потому что, по сути, это надлежащим образом было одобрено решение, и посему вот это все бремя ответственности, оно в том числе распределяется. То есть уголовную ответственность генеральный директор, там, грубо говоря, перестает нести за. А об уголовной ответственности генерального директора вряд ли пойдет речь, там, только если принамеренное банкородство или не выдача каких-то документов, злостное уклонение, то есть до уголовного мы не дойдем. Ну, не готова комментировать. Здесь я полагаю, что можно пытаться генеральному директору привлечь гражданское право ответственности, безусловно, он будет ссылаться на то, что он исполнял решение Совета директоров, при условии, если это решение было действительно легитимно, пусть даже с формальностью. Мы исходим с того, что оно легитимно. Да, у нас нет ограничений законодательно на то, что привлекая генерального директора к обществу, необходимо соотносить его действия с тем, что действует в исполнении решения Совета директоров, либо же нет. Здесь будет оцениваться все в совокупности, опять же, не только члены Совета директоров необходимо, чтобы добровольно, добросовестно осуществляли свои обязанности и функции, но и генеральный директор. Поэтому, если большинство членов Совета директоров приняло решение, приняло решение о сделке, который явно идет в разрез с каким-то целесообразным поведением в этом обществе, и генеральный директор эту сделку исполнил, то можно привлекать к солидарной ответственности и членам Совета директоров, и самого генерального, по крайней мере, пытаться. А можно привлечь к ответственности тех, кто голосовал против? Нет, кто голосовал против, и кто не участвовал в голосовании, тех к ответственности однозначно привлечь нельзя, об этом прямо прописано в законе, точно так же судебная практика, поддержка, потому что у них просто нету вины в последующих совершенных действиях. Просто здесь вопрос стоит в том, что корпоративно у нас уже достаточно научились все обыгрывать таким образом, что потом вина становится размытой. То есть генеральный директор ссылается на Совет директоров, Совет директоров говорит, знаете, мы принимаем эти решения, мы не были полномочны определять стоимость, не понимали, сколько, поэтому обратились к оценщикам, оценщики произвели оценку, потом эту оценку еще проверили на предмет, но и... Максим, вы привыкли работать с крупняком. Я так как раз хочу вас вытолкнуть, вот вас, профессиональных юристов, экспертов в своей области, я вас как раз хочу вытолкнуть, чтобы вы своими знаниями поделились с более мелкими рыбками в пруду предпринимательства. То есть понятно, что вы сейчас со мной разговариваете, исходя из опыта крупных акционерных обществ, а меня больше интересуют вот наши простые ОООшки. Вот какая-нибудь ОООшка решила захватывать плавный мир. Знаете, как Пинки и Брэнтова. Чем мы сегодня займемся, да? Сегодня мы будем порабощать этот мир. И вот пошло вот расслоение, вот маленькая ОООшка начинает как бы расталкиваться, там создает дочерние компании. Вот, то есть достаточно средний или мелкий предприниматель вдруг начинает расти. Вот в этом контексте я хотел бы вот и затронуть, что для него совет директоров, что это такое, это хорошо или плохо. Стоит ли, скажем так, свежие мозги в себе впускать в управление для разработки новой стратегии, да? То есть когда вы строите фирму самостоятельно долгие годы, глаз замыливается, грубо говоря. Тут приходят новые сотрудники или там члены совета директоров из разных областей, они начинают свои идеи толкать, вы обрастаете новым кругом знакомств. То есть вот в каком ключе бы я хотел поговорить. И в связи с этим вопрос. Вот вы сказали, тот, кто не участвовал, кто голосовал против, ответственности не несет. Но если только его бездействие как раз не стало причиной этих убытков, то есть у нас оцениваются не только действия, которые повлекли убытки, но и бездействия в том числе. Я не проголосовал за там прибыльную сделку, либо там разделение или еще что-то, и это повлекло. Значит, мое бездействие должно тоже оцениваться на предмет разумности, осмотрительности, то есть, если я правильно понял, тот, кто воздержался, будет отвечать точно так же, как будто голосовал за. Просто надо, смотря какая это ситуация. Если это было решение принято, и это были убытки, то то, что я воздержалась, я проголосовала против, меня освобождает от ответственности. Если это было прибыльное решение, и в результате его непринятия, в том числе ввиду моего пассивного поведения, это повлекло какие-то там отрицательные бизнес-процессы в компании, то может быть иск ко мне. Понятно, понятно. Ваша точка зрения, ваше мнение, ну с какого момента вообще стоит задуматься? То есть мы же говорили, что как бы с самого начала можно предусмотреть не в типовом уставе, а в хандмейт, то есть специально для вас сделанном уставе. С самого начала лучше предусматривать. Ну вот так вот, положа руку на сердце, с какого момента лучше уже задуматься о дополнительном таком органе? Вы знаете, вам скорее всего надо просто взвесить тот экономический эффект, который даст вам совет директоров. Все-таки это ведь затрата, результат, правда? А затрата это будет дополнительное вознаграждение, которое вот, хотя там прямо не прописано у нас, но все-таки предпочитают выплачивать, чтобы люди-то все-таки работают. На благо предприятия, конечно. Это стимулирование в том числе. Так вот, может быть, в случае с ООО имеет смысл создать совет директоров не в том смысле, который сейчас у нас прописан в законодательстве, а в том смысле, как, например, американцы. Совет директоров, то есть коллегиальный орган управления. И в том числе с помощью вот этого гибкого, сделанного специально по два сустава, предусмотреть там какие-то функции, какие-то полномочия контрольные, стратегическое планирование ему предоставить. Либо пригласить просто внешнего директора, такое тоже сейчас приветствуется, это практикуется, особенно в предприятиях, которые сейчас, к сожалению, в кризисе находятся и так далее. Приходит человек с новым углом зрения, входит в состав директорский вот этот пул, и в том числе его мнение, его решения помогают принимать какие-то тактические, стратегические важные вопросы решать, помогают принимать решения по данному предприятию. Может быть, имеет смысл так поступить участнику, если он полностью контролирует бизнес, доверяет генеральному директору, но хочет немножко вот разнообразить, как бы посмотреть. Может просто привлечь экспертов, которые проанализируют там финансовые показатели деятельности предприятия, проанализируют рынок, то есть маркетинговый анализ проведут, проведут там дью-дилиджинс, к примеру, что происходит юридическое управление там с недвижимостью, и каким-то мозговым штурмом, ну, какими-то там блок-схемами покажут ему варианты развития. Это альтернативный вариант, хороший вариант, для этого не обязательно нам создавать совет директоров. Ну, он будет называться как бы совет директоров, и тут-то как раз и больше соответствует название, наверное, наблюдательный совет, правильно же? Если он хочет стратегию, то может быть совет директоров, на самом деле. Это они принимают какие-то решения, если им стратегическое планирование, в том числе, например, поручить, и реализуют. Но в этом смысле будет теряться немножко, то есть им нужен будет еще какой-то контролер, чтобы проверять, насколько верно это все соотносится с интересами компании. То есть, если все-таки необходим элемент контроля, то это вот, да, наблюдательный совет должен быть. Вот по поводу, все-таки, каком же виде совет директоров можно использовать в маленьких обществах с ограниченной ответственностью, мы поговорим в нашей следующей части, а сейчас новости. Напоминаю, телефон прямого эфира 651099,6 код города 495. Вы можете также писать нам на сайт финан.фм и в заключительной части нашей программы мы подводим уже как бы итоги. Нужен совет директоров, не нужен совет директоров. Вот Диана сейчас в перерыве мне скажет, так я же уже это говорила. А ничего страшного, мы это еще раз повторим. То есть, нужен он вам или не нужен, вы должны решить для себя самостоятельно. Мы определили, что совет директоров нужен от определенной точки развития предприятия. Точно эту точку никто вам из специалистов не назовет. Вы так на меня внимательно смотрите, кто не видит нас на сайте. Эту точку нарисовал нам законодатель, когда сказал, что ниже 50 участников, нам о совете директоров не стоит и задумываться. Нет, подождите, такого прямого запрета нет. Вы съезжаете на... Акционерное общество. Да, тише, 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 тише. У нас о них не идет речь. Акционерное общество, то есть, ну, давайте назовем это, большие игроки, они прекрасно знают, что это за инструмент, они прекрасно знают, для чего он нужен. Кроме того, большие предприятия и сложнее контролировать, там и совет директоров огромный, и люди с разным опытом. Мы говорим больше это все-таки с прицелом на малый и средний бизнес. То есть, с акционерами, в общем, там и так все ясно, да? То есть, кто садится играть в эту игру, он уже должен знать эти правила. И для них слово совет директоров не является как бы пугающим, да? И разницу они знают. И, ну, короче, они уже более в этом отношении образованы. Мы как раз говорим с прицелом на маленькие ОООшки, и как мы можем использовать мировой опыт, учитывая, что мы теперь влетели в ВДО официально, да, ратифицировали, насколько я знаю. Признают, что не противоречит конституции. Ну, считайте, что ратифицировали. Соответственно, нам надо будет немножечко и переучиться, и переделать те модели бизнеса, которые сейчас ведем. Это касается и малых, и средних предприятий. И, разумеется, для тех, кто задумывается о расширении своего влияния на просторы Российской Федерации, тоже подумать, как он будет эту маленькую свою империю контролировать. Вот с этим-то как раз прицелом и мы как бы я пытался вывести на разговор, что нужен, не нужен. Диана сейчас сама повторит ту фразу, которую она мне сказала в перерыве, потому что она очень замечательная. То есть, нужен ли Совет Директоров или не нужен? Прежде всего, надо исходить из финансовых возможностей. Ведь Совет Директоров предполагает выплату вознаграждения его членам ни для кого не секрет. То есть, если у предприятия недостаточно прибыли, недостаточно в оперативном распоряжении денежных средств, чтобы окупать свои потребности ежедневные, и предприятие еще приглашает Совет Директоров, создает, выплачивает им вознаграждения немаленькие, надо сказать, иначе смысла нет. Как бы это не будет стимулирования членов Совета Директоров. Соответственно, зачем его создавать? Можно без него обойтись. И ведь немаловажен еще один какой аспект. Общество с ограниченной ответственностью, как правило, предполагает концентрированность, то есть, принадлежность небольшому количеству держателей, небольшому количеству участников этого бизнеса. Соответственно, теряется функция Совета Директоров обеспечения баланса интересов. Когда много, например, у нас участников, акционеров, Совет Директоров немножко выступает такой звеном системы сдержек и противовесов. А если всего лишь один, ну, два участника, ну, какие интересы того или другого участника будут представлять члены Совета Директоров? Они просто будут таким орудием голосования. То есть, партия сказала, надо, мы принимаем вот это решение. Нет, просто будет дублироваться, по сути, те функции, которые выполняет у нас генеральный директор или правление в общей сограниченной ответственности. Вы считаете, что это будет создаваться как бы бюрократический припом? Это будет абсолютно ненужный аппендикс, куда мы будем вкачивать денежные средства и получать себе минус в отчетности финансовой. Максим? Я считаю, что проще, если мы говорим об маленьком ООО, то проще контролировать одного генерального директора, чем нежели контролировать Совет Директоров, который уже будет контролировать генеральный директор. Поэтому это, как правильно было отмечено, это будет некий бюрократический припом для того, чтобы напрямую общаться с Советом Директоров. Звучит красиво, но толку от него будет мало, если это мало и средний бюрократ. В экономике это называется эффект контроля над контролером. Хорошо, тогда другой вам пример прямо из практики. Предположим, предприятие выходит уже на тот уровень, когда необходимо нанимать наемного управленца с определенными знаниями. То есть, учредитель, сам генеральный директор уже, ему просто недостаточно определенных знаний для развития своего собственного бизнеса. Таким образом, у нас в уставе написано, что у нас генеральный директор является единоличным исполнительным органом. Правильно? Может, задача коллегиального органа или привлечь управляющую компанию? Стоп. С управляющей компанией вы считаете, что это будет прям... Мы говорим не про акционерное общество, мы говорим не про холдинговые системы, мы говорим про маленькое ООО, которое начинает в нашей экономической ситуации создавать дочерние компании, еще чего-нибудь, какие-нибудь структуры, филиалы, подразделения. То есть становится быстро, становится больше, появляется больше управленцев, которые контролируют растущий штат. И вот это сейчас все взять и передать в одни руки к человеку, которому, ну, мягко говоря, даже доверять не стоит. Я полагаю, совет директоров он эту проблему не сможет решить. Если растет ООО, избрание совет директоров не позволит повысить контроль над всеми этими органами. Я соглашусь с коллегой, что коллегиальный исполнительный орган это как раз тот орган, который мог бы отвечать за вновь структурные подразделения и потом вырабатывать какую-то единую политику для самого генерального директора. Почему считаете, что не может работать? В данном случае совет директоров будет контролировать само общество, но вряд ли он будет контролировать те структурные подразделения, которые будут создаваться. Максимум он уволит генерального директора, максимум расправления. Но будет ли это достаточным инструментом для текущего контроля? Вряд ли. Здесь имеет смысл скорее всего определиться через устав, какие сделки мы можем отдать на откуп наемному менеджменту. Установить какие-то пороги, установить какие-то запреты, определить, что ключевые бизнес-решения принимает у нас собственник. Либо там генеральный директор, не знаю, только в случае, если действительно доверие абсолютное ему, что да, он может отчуждать недвижимое имущество. В данном случае нужно в уставе конкретно прописать, что у нас оперативно, лица, осуществляющие оперативное руководство могут осуществлять такие-то сделки. Это будет более эффективно, чем какой-то постконтроль. К тому же, ведь на совете директоров у нас тоже контроль не абсолютный. Они ведь не ходят там, не визируют каждую сделку у нас генеральный директор или управление на совете директоров. Вы знаете, у себя на предприятии я это прямо заставил это сделать. Мало того, я ограничил принятие решения генерального директора суммой 15 тысяч рублей в месяц. Это ровно то, о чем я говорила, да. Это кризис доверия, он выражен в том числе таким образом, то есть минимизируйте вот ту вот, определите для себя ту сумму, с которой вы спокойно расстанетесь и пропишите ее в полномочии генерального директора. Почему я как бы, да, и пытаюсь это вытянуть, потому что у меня есть свой собственный опыт и он у нас достаточно позитивный. То есть как у меня совет директоров, да, он достаточно очень даже хорошо повлиял на развитие и стратегическое развитие предприятия. То есть вот тут я с вами больше не согласен. Я прекрасно понимаю, что вы смотрите на всю эту проблему с высоты крупных акционерных обществ. То есть у вас как бы практика огромная, замечательная вот по большим холдинговым компаниям. Я пытаюсь вас вытянуть на маленькие, потому что для маленьких вот этот инструмент тоже очень-очень-очень полезен. Я думаю, что принцип у нас что и в больших, что и в маленьких компаниях примерно один и тот же. Ну да, мы подчиняемся одним и тем же экономическим законам. Да, совет директоров в любом случае будет в той или иной степени ретранслировать волю участника либо волю акционера. Ну, либо учредитель, участника даже. Он может ее как-то корректировать, он может советовать, но идти вопреки данной воле он не сможет просто потому, что его переизберут. И они постоянно на это будут оглядываться. Можно создать совет директоров, который будет представлен специалистами в разных областях, и они будут принимать какое-то коллегиальное решение, но я уверен, что это коллегиальное решение так или иначе будет в любом случае обсуждаться с самим акционером, и он будет говорить, что да, поддерживаю, либо не поддерживаю. Но точно такую же функцию может выполнять и коллегиальный исполнительный орган, как это управление. И выполняет одну функцию, управление, надо сказать, что у него меньше рисков для самих акционеров и участников, поскольку управление не одобряет как таковые сделки. Управление как раз несет такую консультативную функцию, нагрузку в самом обществе. Совет директора уже, он обладает определенными полномочиями, и эти полномочия могут быть как реализованы в интересах участников общества, так и иногда расходиться с интересами участников общества. Ну да, но зато в целом удовлетворять, например, самому обществу, то есть потребностям и планам самого общества. Не всегда желание учредителя соответствует экономическим планам самого детяти, то есть самого предприятия. Иногда, конечно, хочется как учредителю взять и вынуть всю прибыль абсолютно, но еще Карл Марш сказал, что можно за нее забирать только не более 3%, иначе предприятие не будет развиваться. То есть вот такие вещи наоборот. Я считаю, что Совет Директоров, особенно если туда пригласить людей, которых вы уважаете, с которыми, возможно, вы даже очень хорошо знакомы, которые являются специалистами абсолютно из других областей, то есть как бы свежий взгляд, свежие мозги, и в то же время это самодостаточные люди, которые ну не пойдут на поводу, то есть прекрасно понимая, что я являюсь членом Совета Директоров, получаю свое вознаграждение, но это не является моим хлебом насущным, то есть не так уж я и завишу от своего учредителя, который меня пригласил на эту должность. Соответственно, если избрать вот такой путь, то это может быть очень полезно для предприятия, оно может его подтолкнуть намного вперед, даже маленькое предприятие. Но это речь идет о консультативной нагрузке, о консультативной нагрузке, которая определяющая, от которой потом уже начинает отталкиваться генеральный директор. Но это не более чем, потому что если Совет Директоров начнет действовать в разрез основным акционерам, с ним просто расстанутся, и это тоже обычная нормальная практика, в том числе для России. Все члены Совет Директоров на это оглядываются. У нас есть кодекс корпоративного поведения, который был утвержден в 2002 году действующим ФКЦБ, и там достаточно красиво прописано, кто должен быть членом Совета Директоров, кого рекомендуется избирать, как они себя должны вести, и как должен действовать Совет Директоров. Там указано, что Совет Директоров создается, могут создаваться, и это рекомендуется комитеты, комиссии, которые вырабатывают решения, потом эти решения обсуждаются на самом Совете Директоров, и уже принимают какое-то единое решение. Кодекс носит рекомендательный характер, ситуация совершенно идеальная, на практике такое крайне редко. если только взять, может быть, крупных игроков, где действительно это соблюдается. Скорее, в вашем случае просто речь идет об усилении надзорной функции Совет Директоров, и это совершенно в рамках той концепции, которой сейчас прилагается законодатель, проект изменений в ГК, когда говорится о том, что это будет орган контроля над исполнительными органами, ровно наблюдательный совет. В принципе, это нужно рекомендовать, почему нет? В принципе, такая вот тенденция. Ну, подводя итоги, конечно, я должен еще и сказать, ну, как бы, да, еще раз из своего опыта, на самом деле в нашей стране институт Совет Директоров существует не так уж и давно, отсутствует, на самом деле, большущая практика. В этой области, я имею в виду не юридическая, а именно члены Совет Директоров, то есть как такового, как, знаете, ну, я не знаю, что ли, как класса, так я бы сказал, совершенно верно. То есть, то, что, например, я смог подчеркнуть из опыта зарубежного, ну, нам, конечно, еще расти и расти. И те, кто захотят в своих ОООшках сделать вот такой, такой инструмент, как Совет Директоров, необходимо понимать, что вас ждут долгий период проб и ошибок. Вы будете подбирать людей, увольнять людей, вы будете расставаться, возможно, даже с руганью. То есть, это необходимо понимать и, как бы, шишечки эти придется набивать самостоятельно. То есть, как вы сейчас поняли из эфира, вот у нас здесь три юриста, у каждого свое мнение, да, слава богу, что, ну, как бы, так, в общем и целом они идут в одном направлении, но у каждого свои какие-то пожелания. Диана, Максим, огромнейшее спасибо, что уделили время. Я передаю эфир новостям. Спасибо вам большое. До следующей недели.